Американский английский. Серия адаптированных рассказов начального уровня. Сказка Ханса Кристиана Андерсона. В семи историях. Снежная королева. Седьмая история. Часть первая. Они остановились. У маленькой хижины. Там никого не было. Дома. Кроме. Старой лапландки. Которая готовила рыбу. Северный олень рассказал ей. Историю Герды. О, бедняжки. Сказала лапландка. Тебе предстоит долгий путь пройти. Тебе еще предстоит пройти долгий путь. Вы должны проехать. Вы должны проехать. Более чем. Сто миль. До Финляндии. Снежная королева. Там живет сейчас. И она зажигает. Бенгальские огни. Каждый вечер. Я напишу. Несколько слов. На сушеной рыбе. Так как у меня нет бумаги. И вы. Можете отнести это. От меня. Финке. Которая живет там. Она может дать тебе. Больше информации. Чем я. Итак, когда Герда. Согрелась. И что-то поела. И попила. Женщина написала. Несколько слов. На сушеной рыбе. На сушеной рыбе. А затем. Привязала Герду. К северному оленю. Через некоторое время. Они достигли Финляндии. И постучали. В хижину финской женщины. Внутри было так жарко. Что на женщине. Почти не было одежды. Она сняла. Меховые сапожки Герды. И варежки. И положила. Кусочек льда. На голову северного оленя. Когда она прочитала. То, что было написано. На сушеной рыбе. Трижды. Она положила. Рыбу. В свой суп. Как она знала. Так как знала. Что это вкусно. Ты такая могущественная. Сказал северный олень. Я знаю. Ты можешь связать. Все ветры. В мире. Куском веревки. Можешь ли ты дать. Этой маленькой девочке. Такую силу. Что она победит. Снежную королеву. Я не могу дать ей. Большей мощи. Чем у нее уже есть. Ответила женщина. Разве ты не видишь. Какая она сильная. Как люди. И животные. Помогают ей. И насколько хорошо. Она передвигается. По миру. Ее сила. В доброте. В доброте. И любви. К своему другу. Она должна победить. Снежную королеву. Самостоятельно. Самостоятельно. И вынуть. Осколки. Волшебного стекла. Из его глаза. И кусочек. Льда. Из его сердца. В двух милях. Отсюда. Начинается сад снежной королевы. Ты должен отнести. Ты должен отнести. Маленькую девочку туда. И оставить ее. У большого куста. Который стоит. В снегу. Усыпанный красными ягодами. Не оставайся там. А возвращайся сюда. Так быстро. Как сможешь. Тогда финка. Тогда финка. Посадила герду. На северного оленя. И он убежал. Убежал. С ней. Так быстро. Как только мог. ой, я забыла. Взять. Свои сапоги. И варежки. Крайд Герда. Воскликнула Герда. Как только. Почувствовала. Пронизывающий холод. Но северный олень. Не мог остановиться. Так как мчался. Пока не достиг. Куста. С красными ягодами. Здесь он. Опустил Герду на землю. И когда. Он поцеловал ее. Крупные слезы. Навернулись на его глаза. Потом он покинул ее. И побежал обратно. Бедная Герда. Стояла там. Без сапог. Без варежек. Посреди холодной. Покрытой льдом Финляндии. Покрытой льдом Финляндии. Она побежала вперед. Когда целый легион. Снежинок. Окружил ее. Они не падали. С неба. Они бежали. По земле. Дословно. Вдоль земли. И чем ближе. Они подходили к ней. Тем больше становились. Они были живы. Стражниками. И они были. Стражниками. Снежной королевы. Маленькая Герда. Начала читать молитву. И холод. Был так силен. Что она. Могла видеть. Пар выходящий. Из ее рта. Пар. Усиливался. По мере того, как она. Продолжала молитву. Пока не принял. Форму. Форму. Маленьких ангелов. Маленьких ангелов. Которые становились больше. В момент. Касание земли. Касание земли. Их число. Увеличивалось. Все больше и больше. И к тому времени, когда Герда закончила, свои молитвы, целый легион, ангелов, с копьями, стоял вокруг нее. Они убили ужасных снежинок своими копьями и маленькая Герда смогла идти вперед. Спокойно. Ангелы погладили ее по рукам и ногам, чтобы она меньше чувствовала холод. И она побежала. Во дворец снежной королевы. Теперь прослушаем текст без перевода. First paragraph They stopped at a little hut. There was nobody at home except an old Lapland woman who was cooking fish. The reindeer told her Gerda's story. Oh, your poor things, said the Lapland woman. You have a long way to go yet. You must travel more than a hundred miles to Finland. The snow queen lives there now, and she burns Bengal lights every evening. I'll write a few words on a dried fish, as I have no paper, and you can take it from me to the Finland woman who lives there. She can give you more information than I can. Second paragraph So, when Gerda got warmed and had something to eat and drink, the woman wrote a few words on a dried fish and then tied Gerda on the reindeer. After some time, they reached Finland and knocked at the Finland woman's hut. It was so hot inside that the woman wore almost no clothes. She took off Gerda's fur boots and the mittens and put a piece of ice on the reindeer's head. After she read what was written on the dried fish, three times she put the fish into her soup, as she knew it was good to eat. Third paragraph You are so powerful, said the reindeer. I know you can tie all the winds in the world with a piece of rope. Can you give this little girl such power that she will defeat the snow queen? Fourth paragraph I cannot give her greater power than she already has, answered the woman. Don't you see how strong she is? How men and animals help her, and how well she walks through the world. Her power is in her kindness and love for her friend. She must defeat the snow queen herself and remove the bits of the magic glass from his eye and the piece of ice from his heart. Two miles from here, the snow queen's garden begins. You must carry the little girl there and leave her by the large bush, which stands in the snow, covered with red berries. Don't stay there, but come back here as quickly as you can. Fifth paragraph Then the Finland woman lifted Goethe upon the reindeer, and he ran away with her as quickly as he could. Oh, I forgot to take my boots and my mittens, cried Goethe, as soon as she felt the biting cold. But the reindeer could not stop, so he ran until he reached the bush with the red berries. Here he put Goethe down, and when he kissed her, big tears came to his eyes. Then he left her and ran back. Sixth paragraph Poor Goethe stood there without boots, without mittens, in the middle of cold, ice-covered Finland. She ran forward, when a whole legion of snowflakes came round her. They did not fall from the sky. They ran along the ground, and the nearer they came to her, the larger they became. They were alive, and they were the guards of the Snow Queen. Seventh paragraph Little Gerda began to say a prayer, and the cold was so great that she could see steam coming out of her mouth. The steam, increased, as she, continued the prayer, till it took, the shape, of little angels, who grew larger. At the moment, they touched the ground. Their number, increased, more and more, and by the time, Goethe finished, her prayers, a whole legion, of angels, with spears, stood round her. They killed, the terrible snowflakes, with their spears, and little Gerda, could go forward, with safety. The angels, stroked her hands, and feet, so that she, felt the cold less, and she ran, to the Snow Queen's palace. Это окончание седьмой истории. Это окончание седьмой истории. Субтитры создавал DimaTorzok